Волоколамск, Протвино, Балашиха, Солнечногорск. Паралимпийские команды из семи униципалитетов Московской области приняли участие в открытом турнире Одинцовского района. В программе спортивные испытания, доступные для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дартс, броски в баскетбольное кольцо, отжимания от пола, упражнения пресс, русский жим и гиревой спорт. Участник каждой команды может проявить себя в личном первенстве. Победа присуждается самому сильному, ловкому и удачливому. Нет у него силовой подготовки, нет у него не работают конечности, не работает еще что-то. Он может принять участие в другом виде спорта. У нас же нет обязательного, как это, пять видов ты все должен пройти. Это желание каждого спортсмена. Наша команда, состоящая из 11 человек, даже я, мы все участвуем в соревнованиях. Соревнования – это жизнь, это движение. В этом году в программу состязания добавился новый вид – кульбута, настольная игра, в которой нужно закатить восемь шаров в лунке. Участник должен умело управлять столешницей, чтобы не промахнуться. В этом году можно спускаться в тренажерный зал, то есть там тоже участвовать колясочником, потому что в прошлом году этого не было. Отдельно для нас, для колясочников сделали дартс, что, конечно, тоже очень приятно. Одинцовская лучница Ирина Российская – постоянная участница районных турниров, проводимых клубом «Одинец». В этом году Ирина по объективным причинам пропустила чемпионат мира. Однако уже совсем скоро начнет подготовку к чемпионату России, который пройдет в Раменском. Разминка перед серьезным стартом – турнир стала для Евгении Елисеевой, кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу. Девушка в одиночку представляла подмосковный Троицк. На таких соревнованиях я все-таки получаю удовольствие, отдых, то есть такой расслабляющий день, приятный очень. Единственное командное первенство – перетягивание каната. Победу участникам пришлось вырывать буквально из рук. Сильнейшими оказались одинцовские спортсмены, которые взяли призовые места и в других видах состязания. Лучший результат в русском жиме показала Татьяна Киликова из спортивного клуба «Надежда». В баскетболе отличился Сергей Стрелков, представлявший ФОК «Олимп». В дартсе первое место досталось Марине Поткиной из Волоколамска и Александру Горячеву из спортивного клуба «Орион». Призеров и победителей состязания отметили медалями, но главным бонусом для участников стала возможность проявить себя и доказать, что инвалидность – не приговор. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».